Маска стала обязательным атрибутом для жителей Московской области. В общественных местах, при поездке в автобусе или такси, при походе в магазин или аптеку, средства индивидуальной защиты всегда должны быть при себе. Глава округа Владимир Ружицкий проверил, как подготовились торговые сети к покупательскому спросу. Если у нас приходит посетитель без маски, мы ему оповещаем, что с 12 мая вышел указ губернатора о том, что ношение масок в общественном месте обязательно. Без маски вход запрещен. Теперь сделать покупки в магазине можно только в индивидуальных средствах защиты. А если же их нет, торговые сети предлагают приобрести маски. Мониторинг показал. Изделия продаются в 84% люберецких сетевых магазинов. То есть вы их продаете, да? Да. В городке Б руководство супермаркета предлагает клиентам без маски альтернативу – бесплатные одноразовые барьерные салфетки. В продаже имеется все необходимое для защиты от вируса – одноразовые и тканевые маски, перчатки, влажные салфетки, антисептики в виде спрея и геля, санитайзеры для воздуха. Масок у нас в достаточном количестве. Поставки у нас распределительного центра регулярные, как для сотрудников, так и для покупателей. Покупают в день маски одноразовые примерно 100-120 штук. Стоимость в магазинах варьируется от 32 до 36 рублей. По специальной цене – 11 рублей – маски могут приобрести люберчане старше 65 лет. Скидку сделают во всех государственных и некоторых частных аптеках при предъявлении социальной карты. У нас 143 аптеки, то сегодня в 137 аптеках тоже маски есть. И мы по нашим подсчетам, вот на сегодняшний день в аптеках и магазинах не менее 500 тысяч масок. То есть мы сегодня масками абсолютно обеспечены. Средствами защиты обеспечены полностью все государственные аптеки и на 95% частные. С актуальным списком адресов аптек и магазинов, где есть маски, можно ознакомиться на сайте администрации. Представители старшего поколения также могут обратиться к волонтерам, которые при предъявлении социальной карты приобретут для них маски по льготной цене. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.